Девушки отдыхают... Эй! 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 Но! Ну, держи ее! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лина, она выжила благодаря твоему эликсиру. Очень приятно, что нильфгардский солдат так озабочен судьбой простой северянки. Несколько неожиданно. В ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Скверное место ты выбрал для свиданий. Если бы не Грифон, на нее бы напал кто-нибудь еще. Я знаю, но я мог вырваться всего на час между сменой караула. Этот лес был близко. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели и думал, она поправится. Но нет, она ничего не говорит. Не узнает людей. Большую часть дня спит. Я предупреждал Томиру. В ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты. Обычно неизлечимые. Я уже ничем не могу ей помочь. Разве что какой-нибудь чародей. Я не знаю, благодарить тебя или проклинать за то, что ты не дал ей умереть спокойно. Поверь мне, мой выбор был труднее. Бригани в реки. Такие, как ты, там, служи ее мне. Я, я ищу сына. Я приехала издалека. Я... я ищу сына. Он служил в Назаирской легкой кавалерии. Я должна его найти. Я не солдат. Тем лучше. Офицеры отказались мне помочь, но... Я готова скального тролля просить о помощи, если понадобится. Спасибо за сравнение. Его товарищи по оружию что-нибудь рассказали? Одни вообще не хотят говорить, другие лгут. Этот квартирмейстер, к примеру. Он сказал, что Гродеберт, мой сын, ушел на разведку и не вернулся. И почему ты ему не веришь? Мой сын служит в легкой кавалерии. Назаирская бригада. Он не разведчик. Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта. Или его тело. Я готова заплатить, сколько понадобится. Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно. Во всей Нильфгаардской армии не найти бойца с такой гривой. Волосы у него огненные. Жижий Нильфгаардец? Его отец был родом из Мактурги. Люди там светлые. Мой сын в отца пошел. Я могу рассчитывать на твою помощь? Я сделаю все, что смогу. Ты не пожалеешь. Я ради Гродеберта на все пойду. Помни об этом. Я поспрашиваю, может, что узнаю. Мой слуга пытался что-нибудь выяснить. Бил с солдатней. Но из отряда моего сына никого не встретил. Как будто его и не было. Сходи к квартирмейстеру. Может, с тобой он будет честен? Мне кажется, будет. Мать такие вещи чувствует. Ну, посмотрим. И слышал об ригане в Риге. Такие, как вы, Гарсунь. Не, я, Гарсунь. Император поведет нас прямо на Новиград. Кто ты? Чего ты здесь выискиваешь? Работу еще. Сейчас, сейчас. Два меча. Глаза как щелки. Ты же ведьмак. Геральт из Риви. Впервые слышу. Но работа какая-нибудь найдется. Я встретил одну нельфгаардскую женщину. Она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она наняла ведьмака. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь. Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Нозаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их высадить. Мы поймали их на болоте. Недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили по законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаарского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти. Приветствую, квартир мистер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я увидел твое объявление. Вы, ведьмаки, говорят, отменные следопыты. Если так, то есть у меня одно дело. Несколько дней назад я отправил отряд разведчиков в лес за озером. Никто до сих пор не вернулся. Найди моих людей, верни их в лагерь. Я хорошо заплачу. Как написано в объявлении, столько и дам. Ни больше, ни меньше. В расчетных книгах порядок должен быть. Местные крестьяне вас не освободителями считают. Говори прямо, ведьмак. Отряд был небольшой, никакой подмоги. Мужики их на вилы могли поднять. Чтобы какое-то отребье порубило имперский разъезд? Может, скажешь, еще и тракон сожрал? Хе-се, блюдо-йог. Ладно, я этим займусь. Поиски лучше начни с той стороны озера. И удачи тебе, ведьмак. Продолжение следует... Девушки следует... Сиры пытались сбежать верхом. А здесь их уже нашли. Сбежали на болото. Сбежали на болото. Сбежали на болото. Сбежали на болото. Пытался бежать на застрел в болото. Отличная цель для арбалетчиков. Волосы черные. Не он. Волосы... Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Письмо к матери. Надо его отнести. Больше я ничего не смогу для нее сделать. Сбежали на болото. ПОДПИШИСЬ! 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 РАЙМАДИНСКИЕ Лагерь нельфгардцев. Они бросили все в спешке. Странно. Следы сапог, а рядом босых ног. Надо пройти по ним глубже в лес. Снова следы нильфгаарцев. Они привели сюда группу босых крестьян. И кто кого привел. Это что за запах? Пахнет мускусом Драктеймунда. Наверное, тут недавно пришлось. Пахнет мускусом Драктеймунда. Он, наверное, тут недавно поселился. Пожеление. 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 Ты пожалеешь, что тебя, мать, на свет родила? Давай с тобой протокнуться! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пахнет мускусом дракоминда. Да, он, наверное, тут недавно поселился. Верно. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА